Мы приветствуем Ольгу. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса? Она доверит. Посмотри визуально, что-нибудь есть? Да, есть, энергии красного дракона, есть у нее и паутина на голове. Хорошо, включая внутренний белый свет, один, два, три. Этим светом она выдавливает из себя энергии красного дракона и эту паутину, находящуюся в ее биополе. Скорее всего, с квартиры. Самих интерферентов здесь нет, но их энергии. Это из квартиры. Мы говорили о необходимости чистить квартиру сразу, но нас не услышали. Вышли энергии. Отправляю их в клетку-тюрьму. Даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой Ольги, под ногами 360 градусов, вокруг нее 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Ольги, находит все. Она под ногами, у нее опять круг крутится. Вытаскивай этот круг, летит в клетку-тюрьму. Бес. Так, бес, мы с тобой встречались? Нет, не знаю, ничего не знаю. Где ты живешь в квартире? Где ты живешь в квартире? Ты что, мне отвечаешь моими словами или что? Не понимаю, что ты спрашиваешь. Ты спрашиваешь и отвечаешь. Я у тебя спрашиваю, где ты живешь? В ее биополе или в квартире? Ты в квартире к ней? В квартире и у меня разложены блины. Понятно, это по-любому мы сегодня будем чистить. Сколько у нее герцвера? Кого? Беса. 8. Или у нас кто-то еще из клетки? Есть арахноид еще. Арахноид. Так, арахноид. Ты находишься в квартире, да? Арахноид есть, потому что у него подключка уже есть. Он навил там из паутины, а дракон не притянулся, только красные энергии вам вышли. Мы его в квартире споймаем, это не проблема. Хорошо, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Итак, даю команду тонкой копии Ольги спроизвировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, к бесу и арахноиду. Канал выстрелить. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкоаберационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Ольге. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Арахноид, сколько ты находишься в этом биополе? Пять дней. И ты без сколько? Четыре. Четыре дня. Понятно. Ну вот так вот. Столько времени им понадобилось после чистки, без чистки квартиры, чтобы вселиться спокойно в ваше биополе. Без просто увидел чистое биополе. Оно не занято. Порталы открыты. И расположился. Не так ли без? Блинчики рассложил. Блинчики. Ну, блинчики. Расставил. А как эти блинчики работают? Похвастайся мне. Они круглые. Когда встаешь, они начинают крутиться. Медленно крутятся, и человек попадает в ступор. По кругу ходит. Ну, а по кругу ходит. Понятно. То есть они... А сколько у них герц-то у этих блинчиков твоих? Тринадцать. О, значение ниже тринадцати герц. Я не знаю. Поднимает Ольга энергии. Заправляется ли энергиями, поднимает все вибрации. Но тринадцать герц- это очень мало. А говорить, что я делаю, что могу. Да я не говорю тебе... А без показывает квартиру. Да. Там платы, во-первых, стоят. И там холодно. Там портал вертикальный, прямо в зале. Хорошо. Это мы все по-любому будем убирать. Скажи мне, ты один находишься в квартире? Черт есть. Черт есть. Хорошо, понятно. Кто-нибудь один из вас покажет мне все порталы, я их закрою. После этого я вам соберу в дорогу. Весь негатив в этом доме. Интересно? В дорогах. Интересно. Хорошо. Реверс заканчивался. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса. Ольга забирается. Чистая, светлая, божественная энергия. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли, возвращается назад. А холод идет от космических порталов? Или просто от порталов? От плат. От плат. Ну, дракоша там разгулялся не на шутку, я смотрю. Я не помню сейчас. Мы вытаскивали дракона в прошлой чистке. А реверс закончился. Хорошо. Начинаем с вытаскивания. То, что осталось. А рахнует. Выходи, вытаскивай всю свою паутину, все, что в биополе находится на твоей чистоте, чтобы следа твоего там не было. Возвращайся назад. Приступай. У него иголки. Две иголки он ставил. Готово. А где они были? Сзади, где затылок. Ну, это головная боль. Хорошо. Идем дальше. Это тупость. Тупая. Состояние оттупения, да? Да. Бес. Мыслить не хочется. Ни о чем думать. Ступор это называется. Бес, выходи. Вытаскивай все, что я оставил на своей чистоте. Отключайся. Ничего не оставил. У него этот блин, как он говорит. Блин был круг. Клетки. Даю команду на рассинхронизацию. Ольги с бесом, арахноидом и этим кругом. Пошла рассинхронизация. Готово. Включаю внутренний белый свет. Ольги этим светом выдавливает она из себя все негативное, патогенное, низкое аббрационное, остаточное энергии на частотах интерферентов и их подключика. Есть. Открываю. Под этим шаром воронку в галактическое ядро шар уходит на переработку. Закрывая печатая, растеряю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия сигнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро канал улетает на переработку. Закрывая печатая, растеряя. Хорошо, проверку прошли. Сейчас я открою вам два портала в квартиру, где живет Ольга. Вы каждый пойдете в свой портал, собираете все, что вы там оставили. Через пару минут я приду, проверю и отправлю вас первый раз на вашу чистоту. Все понятно? С бесом, как договорились. Открываются два портала в квартиру Ольги. В один идет бес, во второй арахноид. Закрывая печатая, растеряя оба портала. Готово. Поехали дальше. Посмотри, сколько энергии нужно Ольге и какая частота вибрации? 380 и 24. На счет 3 макушку головы Ольги начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Ольга, вот столько времени занимает заправка энергиями. Ровно пару минут. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. Ольга, сейчас мы будем... Как вы себя чувствуете после проверки? Нормально сейчас, спокойно. Отлично. Сейчас мы вас возвращаем назад в вашу систему биоробот-душа и сразу переходим к чистке вашей квартиры. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Ольги в ее систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Мне кажется, что все проблемы со здоровьем связаны с квартирой. С этими платами и этими энергиями, которые там. Потому что эти сущности не могли за такое короткое время. Готово. Хорошо. Отключаемся от объекта. Квартиру Ольги ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. 1, 2, 3. Ты перед квартирой. Да, я здесь. Входи в квартиру. Клетка в зале установилась. Хорошо. Здесь арахноид. Арахноид. Красный дракон. Есть. Красный дракон. Джин. Который не услышал меня, да? Хорошо, дальше. Без черт. Воронка. Под воронкой открывая портал в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, Джин. Мы с тобой встречались, не так ли? Не помнит он. Не помнит? Какой у нас Джин, Вера? 44.11. Мы с ним встречались или нет? Не помнишь, в прошлой очистке у нас был Джин? Был. 44.11. Если да, загорается маячок красный. Да. Хорошо, Джин. Я тебя предупреждал, что я тебя накажу. Если ты не уйдешь добровольно. Ты сказал, что ты меня услышал, не так ли? Я собираюсь, собираюсь. Поздно. Все магические его артефакты, все кольца, все серьги, челма, все переходит в соседнюю клетку. Да, будет так, а так и есть. Сосуд с деньгами переходит в соседнюю клетку. Да, будет так, а так и есть. Ну что, Джин? Я тебе обещал, я свое обещание держу. Я тебя таким и отправлю в твой мир. Делай, Джина, нищим. Я это слышал уже в первый раз. Ты меня не услышал, ты думал, меня легко обмануть? Я собираюсь не так быстро. Быстро собирая всю свою пыль, втягивая в себя немедленно. В моем мире время по-другому течет. У меня это не является оправданием, я тебе сказал, что тебя ожидает, и сейчас ты это получил. Если ты хочешь получить это назад, быстро втягивая в себя все, что ты оставил. Готов. Хорошо, Джин. Первый и последний раз у тебя, вернее, второй раз и последний был. Третий раз ты подлежишь уничтожению. Такое было уже несколько раз с демонами, которые не понимали. Такое было с драконом. Один раз, который тоже не понял, что когда дают слово дракона, надо его... Джин понял, Джин понял. Хорошо, отправляй, возвращай ему все его артефакты назад. Готов уходить? Готов, отпускай. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистой джина. Уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Арахноид, ты все свое собрал? Да, Арахноид показывает, он все снял. Хорошо, больше не приходи ни в квартиру, ни в это биопуля. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Арахноида. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Так, какие у нас платы стоят в этой квартире? Вера, давай посмотрим. Все активные платы подсвечиваются. Здесь есть платы Красного Дракона и есть фантомы плат Ящера. Я не знаю, кто их снял, мы или межгалактическая полиция. Возможно, мы снимали тогда в том сеансе, в первом, я сейчас, честно говоря, тоже уже не помню. Но эти платы я вытаскивал, фантомы вполне могли остаться. Открывая воронку, галактическое ядро под этими фантомами уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Какой Красный Дракон у нас? 3765. Хорошо, Красный Дракон. Выходи. Мы с тобой встречались или нет, Красный Дракон? Нет, я бы запомнил. Хорошо, выходи, снимай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад. Я хочу получить для тебя слово Красного Дракона, что больше никогда не войдешь в этот дом. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Красного Дракона. Забирай, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Бес ты свое все собрал? Бес собрал блины. Хорошо, значит тогда у нас черт. Какой у нас черт, Вера? Четыре. Черт, выходи, собирай все, что ты раскидал по этой квартире, возвращайся назад. Комочки, одеялки, сеточки, ловушки, коврики, ничего не забывай. Готов. Кто из вас без покажет мне порталы? Черт, пусть показывает. Пошли, черт, показывай порталы, я их буду закрывать. Но он показывает этот вертикальный портал, он соединение, где кухня и переходит в зал. Вертикальный он по всей длине комнаты. Все понятно. В высоте. По всему периметру этого портала, открывая внизу воронку в галактическое ядро, портал фантома частицы, портал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Это огромный портал. Он уходит выше. Он выше уходит? Да. Он полностью уходит? Я не знаю, он не только в этой квартире, он переходит выше еще куда-то. Так, давай сделаем так. Давай запустим в этот портал наверх. 5 миллионов герц. Шар формируется в моих руках. 1, 2, 3. И бросая в портал этот шар, сжигает этот портал до максимальной высоты. Да будет так, а так и есть. Там звук идет такой, как скрип. Хорошо. Готово? Хорошо. Закрывай, опечатывай, растворяй. Поехали дальше. Готово? Больше ничего нет? Нет, идем дальше. Зеркало здесь есть. Есть. А в спальне? Да. А здесь два, но в одном из них портал. И это как тумбочка, такое вытянутое зеркало. Под этим зеркалом внизу открывай оборонку в галактическое ядро. Портал фантома частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Пошли дальше. Там несколько зеркал в квартире. Ну, в них нет порталов. Обвес говорит, что они создают замкнутое пространство, как такой определенный, нет, зеркала, определенный такой круг, который, они как обмениваются энергией эти зеркала. Меня вообще эти зеркала действительно удивляют. Мы очень редко видели зеркала, которые не являются порталами. Без говорить, что не нужно столько зеркал устанавливать. Я тоже так считаю. Вы же так себя любите, что пичкайте свой дом зеркалами и нам в пользу. Ну, вы можете с той стороны приходить через зеркала, да? Не через все, только те, через которые могут слышать. Зеркала могут слышать и видеть. Вот это для меня что-то новое. Ты даже больше меня знаешь. Они могут слышать. Это зависит от мастера, который их делал, или это зависит от того, ровны они или они искажены, или как это? Кто закладывает эту энергию? Или это воля случая? Случая. Понятно. Почему не случайно эта совокупность плюс то, к кому она попадает, заряжает его своей энергией. Человек заряжает зеркало своими энергиями, безусловно. Хорошо. В коридоре еще какое-то зеркало он показывает, оно на стене приклеено. Под этим зеркалом внизу открывается воронка в галактическое ядро. Портал фантома частицы. Портал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Ты знаешь, черт, а чувствуется, что ты учился в школе вашей? Я учусь. Почему учился? В смысле, учишься, да. Все, зеркал порталов нет больше. Ну что, возвращаемся до клетки-тюрьме. Даю команду на счет республики эмоций, мыслей, чувств. Один, два, три. Пошел процесс. Шары сформировались. Эмоции поменьше. Космически большой, неровный. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Второй шар делю на две равные части. Бес, черт, забираете. Да. Отправляю каждому по его половине. Готово. Хорошо, найдите себе новое место обитания, все здесь будет запечатано. Все понятно? Понятно. Открывается внизу два портала. Один на чистоте, бес, один на чистоте, черта. Бес забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Черт забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй оба портала. Готово. Клетка у нас пустая. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. И в автоматическом режиме. Готово. Хорошо. На счет 3 появляется перед тобой тонкая копия кошки. Коша, Мася или Катюша. Стоит перед нами. Да, она стоит. Привет, Коша. Мы пришли тебе помочь. Как тебе лучше обращаться? Какое имя тебе нравится? Коша, Мася или Катюша? Ей нравится Катюша, она мяукает и лапку подняла и дергает переднюю. Хорошо, Катюша. Я тебя буду называть Катюша. Катюша, мы пришли тебе помочь, почистить тебя. Потому что здесь в квартире было много сущностей, и черти тебя мучили, бесы и так далее. Включай внутренний белый свет Катюши. И этим светом она выдалит из себя все негативное, патогенное, низкоаберационное, чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. У Катюши конструкция какая-то стоит. У нее конструкция стоит? Да. Ничего себе, вытаскиваем эту конструкцию, сила моего намерения. Готова. Так, от конструкции выстраивается канал к ответственным, притягивая его сюда, прямо к месту. Да, будет так, а так и есть. Устанавливаю временную клетку. Это инсектоид, он как жук с таким плотным панцирем, и у него в конструкции зародыш, от него идет информация, что он по одному зародышу высеивает, как зернышко. Я такого еще не видел. Инсектоид, это твое? Твоя конструкция? Там есть твое потомство? Одно зернышко. Он по одному выращивает. Так это зерно, это его потомство, ему надо его отдать, Вера. Ну надо, да, отдай. Хорошо. Здесь конструкция, потому что это зерно, оно в конструкции. Так ему вместе с конструкцией отдавать? Да, ему команда, он сам заберет. Хорошо. Выходи, инсектоид, собирая всю свою конструкцию, вытаскивая все, что тебе там на твоей чистоте. Он сразу вынес, там, как небольшой такой круглый инкубатор, наверное. Да. Место, в котором он находится, это зерно он забрал. Хорошо, инсектоид, ты больше никогда не войдешь в эту квартиру и к этому животному не приблизишься. Все понятно? Понятно именно. Сколько ты находился со своей конструкцией в этом биополе, Вернее, она сколько находилась? Он пользуется этим биороботом год и три месяца. Ты связан как-то с тем, что кошка набрала вес? Ты влияешь на то, чтобы она больше ела и набирала вес? Это не от еды. А от чего? Он показывает на конструкцию, которая расширяется, когда растет этот зародыш. То есть сейчас конструкции нет, кошка войдет в нормальное состояние, ты хочешь сказать? Он не знает этого. Ладно, хорошо. Все, больше не приходи, я тебе сказал. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Под конструкцией осталось его? Да. Открывая под ней воронку, в галактическое ядро уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. В макушку головы, Катюши, начинает поступать необходимое количество ей кошачьей энергии. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Извлечающая ее энергия, необходимая ей, начинает поступать. Чистота вибрации Катюши поднимается до комфортного ей уровня. Пошел подъем. Сущность им даже животные, не животные им по барабану. Во всех установят конструкцию. Паразиты. Здесь еще остался шар, который из кошки вышел. Открывая под шаром воронку, в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Кошка готова. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Катюша, мы вытащили из тебя эту сущность, которая в тебе сидела, из которой ты поправлялась. Как ты себя чувствуешь сейчас? Лучше тебе? Она показывает, несмотря на то, что она крупная, она стала гибкая. До этого конструкции она как сковывала ее. Со временем вес нормализуется, все будет нормально. Поставить тебе защиту кошачью. И устанавливаю ее защиту кошачью меркабу. Один, два, три. Активируем меркабу. Активировано. Готово. Нравится тебе? Нравится. Ты хочешь что-то хозяйке передать? Есть у тебя какие-то желания? Я могу передать ей. Есть. Давай. Она показывает квартиру. Ей там холодно. Она очень чувствует все вот эти вот энергии, которые идут чужеродные. Она хочет тепло, чтобы было в квартире. Хорошо. Сейчас этого всего, этих энергий нет. Порталы закрыты. Сущностей тоже нет. Сейчас, надеюсь, будет тепло в квартире. Мы в любом случае это все передадим. Катюша. И чтоб тебя называли Катюшей тоже, да? Передать. Ей нравятся все имена. Она отвлекается на все. Счастливая кошка. Возвращаем Катюшу. Ее систему Биоробот Душа. Она синхронизируется, гармонизируется со своим Биороботом на всех уровнях. Она спать будет. Готово. Достойное кошачье занятие. Отключаемся от квартиры. Поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Достойное кошачье занятие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok